Всем привет, с вами Кейн и добро пожаловать на следующую серию прохождения Сноураннера. В общем, перешли мы в Мичиган, вернулись. Давайте тогда возьмем сразу задание. Тут, короче, некоторые я две задачки тут выполнил, тут тоже две выполнил, а тут, конечно же, выполнил все. Но поскольку я их выполнил, значит они были легкие и здесь есть, да, вот это вот задание, вот этот вот прицеп, он находился, оказывается, в Блэк Ривере, пришлось ездить туда. Запасные части для машин две штуки. А, стоп, подожди, я же не взял задачку принять. Доехать нам нужно... Ооо, даже так? Ну, в общем, все равно. Возьмем здесь запасные части для машин. Вдруг что не довезем, возьмем те. Взял я наш армейский грузовичок. Поставил ему те колеса, ну, внедорожные, которые... Твигатель поставил тот же самый слабый, получается. И что-то еще... А, и коробку, коробку убрал, потому что коробка восьмиступенчатая. Ну, блин, это просто жесть. Он летит куда-то. В общем, это слишком быстро, слишком... Для такой игры, в общем, это... Не Нетфор Спид. В общем, решил взять его. Конечно, да, у меня есть тот GM-овский или какой-то... Как он там называется? Шоссейный грузовик, вот этот вот. Ну, если у нас есть такой уже прокачанный, в общем... Да и при том нравится он мне, не знаю, что-то больше, чем тот. Но, в общем, взял пока что этот. Может, придется еще взять тот. А, кстати, тут еще вот, если заметили, у меня запасное кольцо теперь под рамой висит возле фаркопа. То есть, чуть-чуть прокачал еще, ну, скажем так, проходимости. Ну, как за проходимость? Запасное... Запасная часть есть у него, в принципе, нужно, если что, восстановить. Но тут единственное, что я не уверен в выборе дороги. То есть, можно проехать вот так вот по этому болоту, либо же здесь. И, кстати, я бы хотел заехать вот по вот этой вот дороге, поскольку она у меня просто не исследована. Мне... Ну, у меня вроде бы тут все исследовано, но просто хотелось бы заехать именно с этой стороны. Да и так, мне кажется, будет намного ближе, чем я буду все это объезжать. Поэтому, скорее всего... Или вот так вот объехать. Ну, ладно, в принципе, у нас этот... Поедем, наверное, так. Я думаю... Здесь... Здесь тоже как-то так странно, но... Ладно, давайте так же поедем. А здесь уже повернем на вот эту дорогу. А, все, закончились метки. Не уверен, хватит ли топлива, но у нас есть вот этот вот прицеп, и я думаю, можно с него будет чуть-чуть добавить себе. Отлить. И хотелось бы, конечно, поехать сюда двумя грузовиками. В частности, взять внедорожник. Поскольку там есть, по-моему, то ли дополнительная задача, то ли основная, короче. Там она выполняется именно на внедорожнике. И я уже говорил про эту задачу в предыдущих своих видео. Я хотел бы ее пройти. Но так и не прошел, поскольку не было внедорожника. Теперь он как бы есть, и уже и не один, но... Цеплять внедорожник, как бы, в сцепку с нашими этими... Как-то не хотелось бы. Но, в принципе, он нужен. В плане того, что если мы перевернемся, если что-то произойдет, придется гнать оттуда, от самого рожа. Но его гнать, в принципе, придется все равно, но... Для выполнения той задачи. Пока что поедем, наверное, без него. А, да-да-да-да-да-да-да. Чего я не хотел ехать этим маршрутом, поскольку он, получается, для этих... Для машинок этих... Для скаутов. То есть это не для грузовиков. Слишком узкое. Но, тем не менее, попробуем проехать. Здесь есть много мест, там, где я переворачивался. Ну, не именно на этой дороге, а вообще на этой карте. В Мичигане, то есть... И там лежат же... Капец, как... Да, вот и хорошо, что я не взял все-таки внедорожник. Поскольку, скорее всего, он улетел бы туда. И мне кажется, что его потом доставать. Ну, в общем... Надо было, кстати, заправиться чуть-чуть, но... А, подожди, у меня же есть цистерна на фаркопе. Так что здесь осталось тоже выполнить не так много задачек. Дополнительные, кстати, тоже много осталось. Но выполнять их тоже как-то я не горю желанием. Кстати, тут на карте... А, можно проехать. А прицеп этот стоял в Блэк Ривере. Я его хотел продать... Ну, это первая наша карта в Мичигане. Там, где мы с самого начала начинали. Хотел его продать, эту цистерну, эту. Но мне сказали, нет. Она нужна для задания. А это еще... Когда я начинал играть... А я еще удивился, думаю, для какого задания. А потом, да. Поискал и нашел. Именно это. Цистерна... Ну... Цистерна и ТО. Там... Требуется для задания именно это. То есть ее не продать, ничего с ней не сделать. Полагаю, когда мы доедем до финальной точки нашей финиша, она просто исчезнет. Ну, то есть... Выполнится задание, и она просто исчезнет. Она не останется на карте. Беда в другом. Не знаю, сколько мы проехали. Но расход топлива у нас уже почти половины. И это... Да, я там потратил чуть-чуть... За кадром, когда ездил за этим же прицепом в ривер. В Балк-ривер. Ну, ладно. Может быть, там довезем что-нибудь. Или там прицеп, может, какой-нибудь найдем. Но в любом случае нам придется ехать туда этим... Вездеходом для выполнения той задачки. По поводу Таймыра. Как-то я не уверен. Я не знаю, как мы скоро и быстро пройдем... Мичгане, получается. Задачки. Ну, и так же, сам я не знаю... Ну, то есть, как оно пойдет. То есть, может, мне уже просто надоест или еще чего-то там. Ну, в общем, не уверен, что... Что хочу поехать в Таймыр в этот. Но... Как бы я посмотрел, там... Должны быть, вроде бы, как... Такая крутая, в общем, техника. Ну, сейчас не буду говорить, какая. Но, в общем, такая крутая, которая... Отличается от... Катерпилера там и... Тому подобных. Поэтому хотелось бы съездить, конечно же. Ну, это опять-таки же время. То есть, в общем, на Аляске я достаточно долго провел времени. И теперь Мичгане тут... Ну, осталось уже, конечно же. Доделать. То есть, тут уже чуть меньше. Но, тем не менее... В общем, слишком много я потратил времени на эту игру. И как бы... Ну, третье... Блин, ну, все равно придется съездить. Я бы просто посмотреть... Где-то там... Я туда даже ни разу не ездил. Но... Все же интересно. Что там, как там... Неужели ж... Такие же болота и грязь. То есть... Наверняка что-то другое. Ну, климат какой-нибудь там... Деревья и тому подобное. Грязь, возможно, другая. Так, я в общем-то не понял. Отметки закончились. Неужели я доехал до... Тудова? Тудова. Ох-ху-ху! Ничего себе! Быстро я доехал сюда. Грузовичок все-таки... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Грузовичок все-таки очень-таки хорош. О, здесь есть металлические балки. О, так я их могу потащить прямо на этом. Думаю, что сейчас сделать. Пока мы не этот... Ремонт нам не нужен. А вот заправить... Нужно. И сейчас должно... Ну? А, воу. Воу, я понял. Все выполнили. Прицеп мы нашли. Что-то здесь... Тоже отображается. Сейчас я посмотрю. Это... Ага, я понял. Это не то. Так, вот, в общем, да. Мы доехали... Аж до... Сюда. Вот здесь. Сюда нам надо... Только... Вот это что? По-моему... А, да, вот. Рекомендуем вездеход. Прицеп. Дотащить аж сюда. То есть по воде. Я вижу, что тут, наверное, глубоко. Ну, тем не менее, ладно. А, здесь запасные части. А, здесь балки. А, в общем... Это задание мы прошли. Ну, а, так тут у меня... О, другие задачки открылись. Прикольно. Ну, в общем, думаю, я пока что по выполнению заданий именно... Здесь. Пока что не знаю, какие. Ага, вот. А, можно и так даже. Очень-таки хорошо. В общем, задачку мне хотелось бы выполнить вот эту за рекой. Это дополнительная задачка. Но, все же, выполнить ее хочется. Я сейчас за кадром доеду на вездеходе. Кстати, придется его переделать, поскольку он... Также у меня еще... Также у меня еще... С зимней... Резиной. Вернее, не зимней, а... Как она там... Ну, с цепями, короче. Шины с цепями. Так что... Сейчас я доеду и... Начнем прохождение дополнительной задачки. Итак, доехал я на вездеходе. Прицепом взял с собой... Что-то это стоит. Взял с собой такую же цистерну с ремонтом и топливом. Оставлю, думаю, здесь. Поскольку, мне кажется, я не раз сюда буду приезжать. И мне надо будет, возможно, заправиться. Возможно, чуть-чуть отремонтироваться. Поэтому пусть пока стоит здесь. Отлично. И теперь... Вот как-то надо сюда доехать. Так. Или... Да, да, наверное, с дороги съеду. Снял я... Да, что ж такое. Снял я... Резину зимнюю с цепями. Купил вот эти колеса. 51-ые. Это предпоследние. Последние они были. Чуть подробно выглядели мне. Разницы никакой. Просто чисто в дизайне. Там три варианта у вас есть, получается. Три 51-ых и три 47-ых, по-моему. Они ничем не... Ну, по характеристикам ничем не отличаются. Но... Только по визуалу. То есть, какие вам больше нравятся. Я взял такие. Не знаю, мне такие что-то больше нравятся. По-моему, на зелах такие стояли. Поэтому... Поэтому... Взял, наверное... Именно такие. Не уверен, что они именно подойдут для пересечения. Хотя, по-моему, тут недалеко. Но... Вообще, если тут будет построен потом мост... То... Очень, в общем, шикарно. Ну, или хотя бы что-то подобное. Так, похоже, то, что не на камнях... Там глубина очень большая, и мы просто... Просто утонем. Но тут вот... О, вот так вот видно. Короче, стремная фигня какая-то. А дороги, то есть, просто не видно. Едешь чисто... Ну, то есть, сверху видно, то... А если с кабины, так вообще. Просто река бушует, и все. Вроде проехали. Я думал, кстати, надо будет... Выше шнорки. Нет, оказывается... Мне кажется, даже на том армейском бразовичке... Который там стоит, и ждет. Мы на нем тоже бы доехали. А вот здесь я сомневаюсь, что... Ага, отлично, исчез. Вот здесь я не уверен, что можно... Переехать на ту сторону. Ну, скорее всего, можно, но... Пробовать как-то неохота. Ладно. Сейчас посмотрим следующее здание, на которое мы поедем. Итак, взял я доп. задание. Для этого доп. задания требуется кран. Пригнал я его сюда. Но кран тут требуется, кстати, не только для этого задания. А здесь недалеко есть еще ряд заданий, которых требуется именно кран. Так что он нам еще не раз пригодится. Но это в том случае, если мы их будем выполнять. Сейчас. В общем, надо погрузить эти плиты, кстати. Я опять забываю все... Фундамент. Вот. Да-да-да, рекомендую. Грузовик с краном. Я понял. Вот. Угу. Сейчас закинем эти плиты. Ага. Ага. Даже так. Е-е-е. Попали. Пересесть. Можно лушить. О, надо же. Е-е-е. Получилось. Грузовик этот наш, в принципе, не менялся. Ну, в плане автокрана, я имею в виду. Ничего я там не менял. То есть, поставил стоковый двигатель. Поскольку там мощный, не нужен. Е-е-е, только лишний расход топлива. Так вот, я кажется, зря поставил здесь именно эту. Надо было, может быть, здесь возле бочек поставить. Ну, ладно. Там как-нибудь переставлю. Ух ты. Там хорошо так отнялось у меня красные деления. Я столько. Ладно. Э-е-е. В общем, основные задачки я повыполнял. Я думаю, сейчас повыполняю. Ну, как повыполнял. Несколько вот мы основные сделали, что мы довезли цистерну, эту части там. Поэтому я решил повыполнять такое. Плит и повозить. Это не то, чтобы сверхсложное задание или еще чего-то. Кстати, я туда хоть еду. А я еду не туда. Точно. Вот же ж надо было где ехать-то. А я что и думаю. Че ж-то дорога какая-то незнакомая мне. Ну да ладно. Заболтался я. Попробую схитрить. Если получится, конечно. А, кстати, березу я, по-моему, когда ехал сюда на вот этом грузовике армейском, сбил. Просто нафиг завалил. Просто чуть-чуть там с горы скатился. Короче, тормоза не успел нажать. И, в общем, сбил я нафиг березу эту. Так, ну, в общем, давайте пойдем. Отмечу, потому что я так заблудиться могу. В этих березах. А, вот же проезд был. Елки, я проехал. Ладно. Кстати, я переехал реку на вездеходе. В общем, там, неглубоко, там, можно переехать на любой машине. То есть, по камням, там. Так, япона, мать, а? Ты издевайся просто. По камням, там, переехать, в общем, никакого-то труда не составляет. Хотя, там, плюс, высокая же подвеска стоит. Ну, не, ну, все равно, то есть, переехать можно, в общем. Там, аккуратненько надо ехать, и все. Но, если высокая подвеска стоит, то все нормально. Епона, мать! Ну, как так, а? Ну, вот, ну, вот, ну, я же с... В общем, это жопа. Жопа, вот, именно на этой карте, такая блядская карта, вот, тот, кто рисовал, именно, вот, сделал такие вот места подлистые, на которых просто на ровной местности, то есть, можно перевернуться от нифиг-нафиг. Я сюда вот еле доехал на крайне, кстати, на крайне тоже чуть-чуть не перевернулся, просто вовремя успел нажать F и зацепил лебедкой за дерево, и, в общем, из-за этого не началось переворачивание машины, то есть, она уже начала медленно так переворачиваться, я быстренько так повернул камеру, нажал F, да, вот так вот, и, короче, все было четко. Ну, в общем, вот, Мичиган мне чем и не нравится, потому что на Аляске таких мест не было, а на Мичигане есть. Просто вот, дорога и там какая-то такая ема, что ты именно въезжаешь задними колесами, и, получается, вот, тебя начинают сразу же кидать, ну, переворачивать. Мне это очень сильно не нравится. Но Хаммер, кстати, должен себя здесь показывать хорошо, в плане том, что он не склонен к переворачиванию, как скаут 800-й, на котором я, ну, последний раз здесь ездил на 800-м скауте, то есть он коротенький, узенький и этот, и высокий. И его переворачивает, плюс еще багажник там наверху, в общем, его сильно хочет перевернуться. А Хаммер, он более такой приплюснутый, широкий, чуть-чуть длиннее, я так визуально вижу, что он длиннее. И, ну, в общем, он более устойчив, он не склонен так переворачиваться, как скаут. Да, кстати, а как же мне перевернуть сам грузовик? А может, я лебедкой попорву? Или краном прям? Блин, ну вот доп-задачка, ну, с ней вот геморроя столько, что. Ох. Так, стоп, я, по-моему, что-то не то... Оу. Еее. Кстати, наверное, надо его перегнать. Тихо. Чё, что-то так... А, ну, понятное дело. Тут какая-то глубенная яма и... В общем, бред полный. Ладно. Ах, плиты еще перевернуты. Вниз. Ах, плиты еще не горят. Вот здесь. Он будет весть. Согласим. Ах, платы. Кisten. Ах, плиты еще mism vereaient. Уже я, какого-то не состоянных лет. Так, ну что ж, пробуем дальше, вот такие вот конченные места в общем сильно меня, блин, ну то есть на таком месте взять просто перевернуться и так, что причем это низкая подвеска здесь не стоит высокая, я не ставил высокую на этот грузовик, поскольку он и так хорошей проходимости, я не считаю, нужно поставить на него высокую, и один хрен он перевернулся, ну как такое может быть, а? Ехать, ну уже недалеко. И я думаю, наверное, сразу же сейчас приступим к выполнению следующей задачки, она кстати тоже так весьма интересна, то есть я, ну, прикинул, то есть там, как по мне, возможны два варианта прохождения, ну маршрута прохождения. Я уже подогнал, а, вот, доставка инструмента, а, все, оно уже следит, вот, нужно вот этот прицеп доставить вот сюда. А, о, еще есть бочки с топливом, ничего себе, ну, то есть можно проехать вот сюда, это будет такой длинный-длинный безопасный маршрут, вот-вот, вот так вот зигзаги, либо же просто проехать через речку обратно, и вот так вот, так будет гораздо быстрее, мне так кажется, но тут вот я как раз продемонстрирую вот эту вот дорогу, то есть она настолько опасна, что съехать можно на любом транспорте. Не обязательно, там высокая, низкая подвеска, там очень просто опасно, в плане того, что узенькая, узенькая дорожка, и, то есть на любом обычном грузовике, то есть не обязательно какой-то там тяжа брать или еще кого-либо, который весьма широк или и тому подобное, то есть он просто там слишком узкая, так как я сюда заехал, тихо, точно, мне надо как-то сюда, получается, да, ну, в общем, по этим камням я сюда заехал, не применял я эту пониженную передачу, то есть проехал, ну да, тут повреждения двигателя были, но тем не менее я проехал, все было нормально. Я, кстати, удивился, ну, то есть изначально думал, что вот этот камень, он не даст типа проехать, типа это будет тупик, но нет, там слева, ну, сейчас слева, а тогда это было справа. Объезд есть, то есть еще лежат камни, ну как, под водой, и по ним можно проехать, а по карте это, ну, не видно, и то есть просто лежит такой огромный булыжник, то есть и все, кажется, что прям у него вот не объехать, и все. А, и с острова, когда вот с этого полуострова смотришь, кажется, что все, тут дороги не видно, она же под водой, как бы, и камней этих не видно, только при подъезде туда поближе, тогда уже стало очевидным. И тут я двигателем сейчас, нет, ну, мне кажется, тут любой грузовик можно проехать, ну, лишь бы высокая подвеска стояла и шнурки, то есть ничего особого, ну, именно вездеход, мне кажется, ну, не нужно. А вообще было прикольно, если были какие-то амфибии, так именно, чтобы, как, раньше была такая машина там, ну, я в куптофильме видел, то есть про еще Вторую мировую, там она плавала, по-моему, фильм назывался этот, Крепкий орешек, там они вдвоем на этой машине, плывут по реке, там, сначала ехали, а потом упали в реку и, короче, плыли. Вот, было бы что-то типа такого, было бы очень прикольно, то есть. Ну, увы, по-моему, сейчас такого нету, из техники, типа, там, Катерпиллера, там, и тому подобных. По-моему, я тут где-то заезжал. Да, наверное, где-то здесь. И такого, мне кажется, уже нету, они либо слишком тяжелые, либо просто, ну, не предназначены для такого. А если бы были бы такие, то, ну, это было бы, наверное, очень прикольно. Так, я думаю, отремонтировать двигатель, дабы, там, масса, мощность восстановилась, если она отнялась при повреждениях. Я, конечно, уверен, но... Возможно, так оно и есть. Сейчас мы их-то проверим. О, а что, нельзя? А, то есть нельзя так. Ну, да ладно, сфин с тобой. Там ее нужно, получается, подсоединить к себе. Вместо этого прицепа. Вот в чем дело. Иначе так ремонт не работает. Ну, да хрень с ним и так доедем. И еще кое-что я бы хотел бы, возможно, в будущем увидят разработчики или просто решать сделать типа второй части сноураннера. То есть больше кастомайза для техники. Вот как это было в Евротреке или Американтрак. Там тоже, получается, много всего облепливать можно было. То есть и крышу, и капот, и там всякие эти... Как они там, грязи-отбойники. Диски там тоже ставились разные, разукрашивалось. Это все именно было очень круто играть в нее в плане кастомизации. То есть именно разные, то есть розоветки, вот эти Peterbilt, Kenwood. То есть хромированные вот эти вот бампера, трубы. То есть там плюс эти по бокам висели топливные фильтры. Ой, не топливные, а воздушные фильтры. То есть, ну, блин, вообще вот круто было. Вот именно такой кастомизации. То есть вообще огонь. Здесь же, конечно, такого... Ну, чуть-чуть вот присутствует. Вот эта вот решеточка типа защиты водителя. Передний бампер, вот это вот разных модификаций. Там на какой-то машине еще можно было ступеньки. По-моему, на вот этот военный, этот розовичок, ступенечку типа добавить там. Ну, блин, такие мелочи. И кондиционировать здесь вот можно поставить на крышу, который стоит. Там его вот чуть-чуть больше типа становится. Ну и всякие там сигнальные маяки вот эти и дудульки. Ахутки на крыше там можно ставить. Там их три, один, можно большой там. С каждой стороны. Так, ну я ж еду... Вот, да. Вот по вот этой дороге я проехал. Ну, блин, опасно там довольно-таки было. Так, ну все, да, правильно, я еду. А, вот... Да, по-моему, American Track я когда играл, там... Там еще, по-моему, зеркала, я помню, что можно было что-то делать с зеркалами. Там, по-моему, не сильно много было вариаций, но, тем не менее, в сумме всей кастомизации, то есть, грузовика было достаточно много. Да елый палый, да. Ну е... Ну, блин, ну... Кошмар, короче, эти деревья. Оууу, да-да-да. Кстати, я тут краном когда ехал... Так, сейчас я... Переключу на понижнюю. Краном когда здесь ехал, я... Передвинул эти... Свои... Утраченный груз. Так, заехала, да? Поближе сюда. В общем, их надо как-то удалить. Но, по-моему, сейчас я их не могу удалить, поскольку... Да. То есть, мне недоступна такая функция. Это надо, чтобы у меня был кузов. Или же пустой прицеп, то есть, не теновый, а... Блин, шо там? Камень? Нихера себе. Ну вот, именно прохождение этой миссии, доставка инструментов, мне кажется, вот именно так, мне кажется, лучше. Поскольку... Ну, там объезжать через горы, вот этот серпантин, там есть такие места, что весьма... Ну, то есть, нужно аккуратно ехать. Так. Включаем обратно. И, мне кажется, именно вот так вот будет быстрее. Но... Безопасней? Не думаю. Но ехать через тот горный серпантин, там тоже также есть опасные такие места, что... Можно улететь и... Очень сильно. И вот здесь вот есть опасный такой... Ну, да, да, конечно. Занырни еще туда мордой, и будет вообще шикарно. Вот эти вот опасные такие места. Надо проезжать аккуратно. И там такие же тоже опасные места есть. Там есть и мостик. Ну, мостик там нормальный, в принципе, деревянный. Не такой узкий, как мы проехали только что, но... В целом, все равно там... Есть такие повороты, развороты, завороты, что... Съехать можно. Так, ладно. Нахрену эту дорогу? Колобины. Сделаем себе другую. Тем более у нас вездеход. Переключаем привод. А, да, кстати, если кто там... Почему так замедлились? Если кто-то там заметил, то... Там бочки торчали. То есть я взял какое-то задание там по пути, когда ехал сюда. Ну, как взял, то есть... Ух ты, ёлый палок. Тормоза хреновый тут. Активировал, то есть, чтобы оно было доступно активно. Там появились вдоль реки, вдоль берега, там на берегу бочки стояли. Две или три там места, где надо будет съездить, как бы за... Ну, это доп-задача. Блин, красотища вообще. Ух, аж матом ругаться не хочется. Доп-задача, и получается, выполнять её как бы не сильно хочется. Чё-то тебя заносит. Ну, чего тебя заносит? Ну, всё же активировал её, и я думаю, может быть, когда-нибудь выполню всё равно. Там требуется кран, как раз кран у нас там рядом. То есть что-нибудь сейчас возьмём там, придумаем. Ну, это будет уже, наверное, в следующем выпуске. А вот сейчас, наверное, на сегодня уже всё. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь на мой канал. Оценивайте видео. Пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok